О, ради бога! Боже мой, этот мужчина снесет мне голову. Он продолжает делать то, что все еще продолжает меня удивлять. Это не может быть так, как Димаш продолжает удивлять меня. И да, он продолжает удивлять. Привет, как дела? Я Мари Такер из Буэнос-Айреса, Аргентина. И сегодня я приехала, чтобы провести анализ и реакцию на премьеру песни Димаша Годебергена с... Для этого я хочу немного разобраться в контексте. Посмотрим. Я нашла традиции, объединенные одной сценой. Димаш выступил в проекте «Культура и гармония». 5 октября транслировался проект «Культура и гармония», посвященный культурному обмену между Китаем и другими странами. В будущем я надеюсь продолжать выступать на той же сцене, что и известные китайские артисты. И я хочу показать культуру обеих стран во многих произведениях, объединить их в программе и поставить их на сцене, сказал Димаш. Кроме того, художник поставил своей целью поддержать любую инициативу своих соотечественников. И в качестве музыкального подарка публике Димаш исполнил знаменитую казахскую песню «Дударай», на которую мы сегодня будем реагировать. Песни, популярные как в Казахстане, так и в Китае, в совершенно новом формате. Так что без лишних слов мы отправимся прямо туда и посмотрим, что нам передаст Дударай. Вот и мы. Мы уже знаем, что Дамбра – казахский инструмент. Это народный инструмент, на котором играют почти все казахи. Это народный инструмент, красивый, звучит божественно. Казахский инструмент, красивый, звучит божественно. Когда я в Китае, 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 в Китае. Красивый, сильный голос. Он всегда обычно звучит таким мелодичным голосом Брейди Бойс. На этот раз он не заиграл своим мощным средним голосом, не так ли? Средний голос, но с большим напором, большой силой. На несколько мгновений немного снизила интенсивность, но красивая. Какая-то мелизма посередине. Очень-очень казахская, очень усталая, красивая в своей тени. Ай, как бахла интенсивность. Она перешла от сильного интенсивного к более низкому, более фортепианному, более прекрасному мелиссу, и в итоге превратилась в пианиссимо. Казахский прекрасен, он очень набирает обороты. Я говорю это для некоторых стран, у которых, возможно, есть другие тексты. Это очень заметно. И он остаётся таким прекрасным. Мне это нравится. Это очень красиво. Я люблю эту мелодию. Я люблю её. Я люблю её. У меня мурашки по коже бегут, когда Димаш поёт уже сам по себе и сверху на казахском и с тенью. Ух ты! А теперь барабанчик! Ух ты! У ваааааау! Пирамины не грамм! О, ты klaro! Мы идём на джаз, на что-то одно, на другую мелодию. Мне нужно больше слушать. Да, это похоже на джазовую волну, где, кажется, было много синкопов, верно? Потому что джазмины, в джазе вы часто слышите синкопы. Синкопы — это когда сильная нота не переходит в сильную. Это похоже на то, что ударение падает на слабую долю. Тогда это похоже на то, что это звучит странно для нас, и он уже часто звучит. И тогда это похоже на то, что он внезапно перешёл от чего-то фольклорного, наполненного мелизмами, к джазу с синкопами. Странное слияние. Я думаю, что это происходит странно. Для меня это не так важно, потому что я плохо знаю песню. Но я полагаю, что люди, которые хорошо знали песню Дудараи, должны найти слияние странным. Слияние фольклора с модерна, с ла-е-са-ос. Я люблю это. Ты слышал это, Туистлтон? О, ради бога. Боже мой, этот мужчина снесёт мне голову. Он продолжает делать то, что всё ещё продолжает меня удивлять. Это не может быть так, как Димаш продолжает удивлять меня. И да, он продолжает удивлять. Это так весело. Это божественно. Это божественно. Я не знаю текста, пожалуйста, позже, если вы позволите мне рассказать, о чём была песня. Потому что я пыталась перевести её и не смогла. Правда, я не смогла сделать перевод песни. У меня получилось что-то немного странное. Я не знаю, например, это была шутка. Песня была написана на английском языке. Но я не знаю, что это была за песня. Песня может быть шуткой, но она мне кое-что не прояснила. Были части, которые я переводила, и части, которые я не переводила. Я не знаю, на каком языке это было на самом деле. Тогда, если кто-то, кто понимает текст, может мне сказать. Потому что они знают, как важно для меня понять, о чём он рассказывает. А я не смогла этого сделать. А теперь смешанный пояс. Я не думаю, что это смешанное. А-а-а! А-а! У нас есть стаканicated. Су-у-у-у-у-у-у-у-у. Какой гений! В итоге получился божественный пояс, божественный. Если я не буду стараться, потому что ему незачем быть мешочником, потому что он гений, и у него всё получается. Я любила его, я любила его. Я действительно никогда не слышала ничего подобного. Как всегда, мы привыкли к вещам, которые выходят из-под контроля, и это так. Это так, это Димаш, что они расходятся. Он делает, что хочет, как хочет, и так оно и есть. И мы его поздравляем, мне это нравится. Так что, если тебе понравилась реакция, соглашайся подписаться. Туки очень важна, потому что я должна дотянуть до миллиона. Слава Богу, у нас уже есть сотня. Нужно дотянуть до миллиона, ты знаешь, сколько это стоит? Много подписок. Много-много. Так что, если это тебе ничего не стоит, отдай мне. Тебе понравилось? Ты зашла так далеко? Подари мне туки по подписке, по соседству колокольчик. Ничего кроме этого. И не мешай. И это бесплатно. И что же, я посылаю тебе огромный-огромный поцелуй, и мы увидимся при следующей реакции. Чао-чао.